Привет всем! Сегодня мы идем в продовольственный магазин в Турции. В Турции есть четыре основные сети магазинов. Это Migras, BIM, SHOK и A101. Сегодня мы отправимся в магазин SHOK. Я вам покажу, какие товары продаются в этом магазине, что есть в SHOK. Магазины, вот эти вот основные магазины, которые перечислены, они находятся практически во всех районах города. Поэтому, если вам что-то нужно, вы спокойно можете купить это в этих магазинах. Также в магазине продаются не только продукты, но и различные товары для повседневной жизни, например, шампуни, порошки и так далее. Иногда привозят мелкую бытовую технику, то есть очень много разных скидочных, можно купить много хороших товаров по скидкам. Вот мы подошли к магазину SHOK и могу вам показать основную вывеску. Магазин выглядит вот так. То есть это достаточно такой маленький магазинчик, но в нем есть все основные товары. Магазин в магазине SHOK вы можете купить. Различные овощи, фрукты. Если не успели, конечно же, сходить на рынок, вот даже можете посмотреть цены. В магазине цены иногда бывают такие же, как и на рынке, но иногда бывают и подороже. Также здесь можно купить разнообразные соленья. Например, большая банка квашеной капусты у нас стоит, посмотрим, всего 6 лир. Вот так вот в Турции продается хлеб. То есть вы подходите, берете пакетик и выбираете хлеб, который вам нужен, свежий хлеб. Либо можете выбрать хлеб, который хотите. Также мы, например, покупаем вот этот вот хлеб. В магазине продается нам очень много всяких разных печенюшек, шоколадок. В общем, очень много разного сладкого. Мы очень любим... Сейчас вам покажу наши самые любимые печеньки. Мы любим вот эти вот печеньки. Они такие апельсиновые, с шоколадным вкусом. Возьму их две штуки. И еще мы любим... Разнообразные... Лимонады, кола, соки. То есть все, что хотите. Минеральная вода у нас есть. Обычная вода. Ну, естественно, что самое вкусное в Турции, это у нас... Оречи. Ну, конечно же, семечки, которые все очень любят. Конечно же, продаются чипсы. Чипсы, различные тако. Далее. Далее мы подходим. Сегодня очень мало. Йогурт. Йогурт у нас продается в таких вот больших банках. Стоит там всего 4 лиры. Я на полтора килограмма сыра сегодня что... А, сыр дальше. Видите, йогурт, какие-то детские разнообразные вкусные сладости. И сыр. Разновидностей сыра у нас мало, сразу говорю. Колбасы тоже очень мало. Поэтому приходится выбирать из того, что есть. Если говорить о мясе, то в основном продается курица. Вот вы видите ножки. Целая курица. Белое мясо. Куриная печень. И... Я хотела купить мясо целиком. Но думаю, что придется идти все-таки в мясную лавку. Также здесь подаются различные приправы. Вот здесь корица. Различные приправы для курицы, мяса. Курица, котлет. Ну, все, что хотите. Если говорить о колбасе, то... Разновидностей колбасы очень мало. Но все-таки мы едим то, что есть в магазинах. Далее здесь у нас начинается отдел, где можно купить разнообразные пудинги, сахар, чай и курицы. Также советую вам, например, покупать турецкие аналоги того же самого кофе. Например, Нескафе у нас стоит 50 копеек. А то же самое кофе турецкое. Вот видите, оно стоит всего 25 куруш. Поэтому один из моих советов, которые будут вам полезны, это покупайте турецкие аналоги кофе, чая, различных консервов и так далее. Также можно, например, взять турецкий чай. Очень популярный чай. Берем различные травяные чай. Очень популярный. Ну, естественно, оливки. Оливок очень много. Всяких разных видов. Например, есть у нас оливки для тех, кто худеет. Есть черные, есть... Сегодня, кстати, выбор очень маленький. Есть всякие разные зеленые оливки. Дальше у нас молочный отдел. В молочном отделе можно купить молоко, какие-то другие молочные продукты. И далее мы попадаем в хостовары. В хостоварах есть все, что необходимо для дома. Ну, также, например, есть майки, нижнее белье какое-то для детей, например. Оно очень дешевое здесь, но и качественное. Носки, например, кружки, порошки, туалетная бумага и так далее. Также каждую неделю еще один совет. Следите за скидками. По скидкам можно купить, например, какую-то бытовую технику, домашние товары по таким достаточно низким ценам. Какие-то школьные принадлежности, игрушки для детей и так далее. Дальше у нас идет отдел косметики. Здесь также можно приобрести шампунь. Ну, то есть все самое необходимое для дома. Выбор товаров не очень большой в шоке, поэтому, если вы хотите разнообразия, то вам все-таки следует ехать в более большие магазины, чем шок. Сегодня я, например, купила только сладость. Ну, взяла мясо, конечно, чай. То есть то, чего не было у нас дома, но ничего такого особенного хлеба у нас не было дома в течение. Поэтому сегодня я взяла только это. В магазине сегодня было очень много народу. Не знаю, почему, к какому это празднику приурочено. Но еще один совет, который я хочу вам рассказать, это обязательно проверяйте чеки, когда вы ходите в магазин. Обязательно проявляйте, проверяйте чеки и сравнивайте цену, которая написана на стойке с товаром с ценой, которая пробита у вас в чеке. Будьте осторожны, обязательно проверяйте чеки. Ну что, друзья, я сходила в магазин, купила все, что нам необходимо на сегодня. Но, видите, погода сегодня дождливая. Начался дождь, и дождь ускоряется, поэтому срочно-срочно-срочно бегу домой. Я надеюсь, мои советы по покупке товаров, продуктовых товаров в магазинах Турции вам помогут. Еще раз подчеркиваю, в первую очередь, выберите магазин, который вам нравится. Мне очень нравится магазин BIM. В него мы сходим потом, но я хожу в шок, потому что он близко к дому. Второй совет. Сравнивайте цены в магазинах, то есть покупайте в тех магазинах, где цены на товары ниже, потому что и в BIM, и в шоке, в других магазинах на одни и те же товары могут быть разные цены. Третье. Покупайте аналоги, турецкие аналоги продуктов. Они намного дешевле, иногда бывают дешевле даже в два раза, но по качеству ничем не отличаются. Вы просто не переплачиваете за марку. И четвертое. Когда совершаете покупки, обязательно проверяйте чеки после покупок, чтобы цена товара соответствовала итоговой суммы в чеке. Если у вас есть какие-то другие советы, пишите в комментариях. Я буду очень рада послушать ваши советы. И думаю, что они пригодятся также другим людям. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до встречи. До встречи.